1 раз всем привет поставьте пожалуйста плюс если меня хорошо слышно и все видно начнем буквально через минутки отлично спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, поехали. Сегодня мы поговорим про сервис-сайт и разработку под ИОС на слифте. Регламент у нас следующий. Длительность будет примерно один час. Запись, слайды, исходный код программ все будет. Я ссылки приложу под вебинар в комментарии. Вопрос задавайте, пожалуйста, в специально отведенное время. То есть я буду делать паузы и ждать ваших вопросов. Значало представлюсь. Зовут меня Александр Федоров. Работаю я сейчас в Тинькофф банке. Лидером команды ИОС-разработчиков. Работаем мы над пока еще засекреченным проектом. В ИОС-разработке я больше двух лет. Всего программирования уже больше пяти. А давайте теперь познакомимся с вами. Расскажите, какой опыт у вас. Поставьте, пожалуйста, в чате к ноль, если вы не знаете свист вообще. Единичку, если синтаксис языка свист кажется знакомым. И двоечку, если вы что-то уже на нем делали. Это мне нужно для того, чтобы понимать, какой у вас уровень подготовки. О, двоечка. Хорошо. Вам будет интересно, особенно первая часть про сервис-сайд-видение. Про ИОС там будет совсем основной. Угу. Хорошо. У нас, я смотрю, много ноликов. Может быть, немножко на самом деле тяжеловато, но я постараюсь объяснять максимально подробно. План у нас следующий. Мы сначала поговорим про сервис-сайт на свифте. Дальше мы посмотрим, что мы сегодня будем делать. Разберем основные компоненты фреймворка Vapor и основные компоненты его спровожения. Ну и, конечно, практика будет. Сервис-сайт свифт был представлен, начал развиваться с 2015 года. То есть сразу, как только свифт был залпом соршен, ну то есть добавлен вот этот доступ, начал развиваться сервис-сайт свифт. Поэтому сейчас уже имеется достаточно большой комьюнити, то есть, в принципе, любую проблему, что называется, можно загуглить. Также по некоторым бенчмаркам сервис-сайт на свифте уже не уступает Node.js по производительности. В конце презентации будут ссылки, можно посмотреть на эти бенчмарки. Они, кстати, каждый год обновляются. Зачем он вам? Ну, в первую очередь, это очень удобно для домашних проектов. То есть, если вы разработчик на iOS, знаете свифт, вам очень легко просто изучить Vapor буквально за час-за два или Perfect и поднять свой бэкэнд. Потому что большинство приложений в App Store, они все клиент-серверные. То есть, у нас есть клиент, это приложение на нашем телефоне, айфоне, а есть сервер, который с этим приложением взаимодействует. Также свифт все ближе и ближе уже сервис-сайт на системе, ближе и ближе к продакшену, так что если у вас в компании будет такой сервер, то вы сможете, в принципе, участвовать в его разработке. Наиболее популярные фреймворки – это Perfect, Vapor, Ketura и Zewa. У Perfect и Vapor огромная комьюнити, поэтому достаточно просто решать различного рода проблемы. Vapor написан на чистом свифте, поэтому он наиболее привычен для свифт-разработчиков. Мы сегодня поэтому и будем работать. По скорости же Vapor хуже всех, а Perfect повыше, потому что у Perfect очень много зависимости на силу. С базами данных Perfect и Vapor работают одинаково хорошо, то есть все популярные базы данных можно к ним подключить. Архитектура нашего приложения, нашей системы будет достаточно простая. У нас будет мобильное приложение на iOS и серверное с использованием Vapor. Начнем с серверной части. Делать мы сегодня будем Pokedex. Если кто-то помнит, это такой девайс. Был у Эша из аниме покемонов. Он рассказывал о покемонах, то есть как покемон выглядит, как он называется, можно было найти покемоны по названию. Сегодня мы реализуем первый пункт, то есть мы будем хранить информацию о покемонах и добавим возможность создавать новую. Устанавливаться Vapor очень просто через Brew. Так, кто-то знает, что такое Home Brew? Использовал, может быть. Ставьте чатик, плюсы, минусы. Да, презентация немножко отстает, поэтому будут, видимо, паузы. Home Brew — это, по сути, просто менеджер пакетов для macOS. Он работает через консоль, просто ставится, на сайте описано как, и с помощью него можно устанавливать разные пакеты, которые вам могут быть нужны в библиотеке. Соответственно, установив Brew, мы ставим Vapor, и далее просто создаем новый проект. Делается Vapor New — название вашего проекта. Подтягивается шаблон по умолчанию для IP. И дальше мы звали команду Vapor Xcode, которая генерирует нам Project File. Я это сделал заранее, потому что сейчас проблемы из этих блокировок, и этот процесс стал достаточно долгим. Соответственно, Vapor работает со Swift Package Manager. Давайте посмотрим, с чего он состоит. Swift Package Manager — это менеджер пакетов для Swift. Состоит он, собственно, из пакетов, таргетов и модулей. Модуль — это, по сути, набор исходных кодов на Swift, которые решают одну определенную задачу. То есть это может быть работа сеть или работа с базой данных. Swift Package Manager работает только со Swift и только с исходниками. То есть, например, если у вас есть UIKit, это фреймворк для разработки iOS-приложений, с ним работать на пакет-менеджере нельзя, потому что исходников нет, и, скорее всего, они на объекте все. Далее, таргет объединяет в себе несколько модулей как зависимости, и таргеты собираются в продукты. Продукты бывают двух типов — Executable и Library. Library нужно для того, чтобы подключать другие таргеты, а Executable — это, соответственно, содержит файл main, и в котором описывается исходный код нашей программы, который мы запустим. Сейчас все посмотрим, так что может быть непонятно, ничего страшного. Пакеты также могут подключаться между собой в виде зависимости. Ну вот, собственно, проект начинается всегда с файла манифеста Package, который включает в себя наш пакет, название пакета, зависимости. В нашем случае нам понадобится только зависимость Vapor и Fluent SQLite. Все, что сейчас здесь вы видите, это сгенерировано с помощью команды new, то есть я здесь ничего пока еще не менял и не добавлял. Далее создаются таргеты, соответственно, таргет нашего приложения, который в виде зависимости имеет Fluent SQLite и Vapor. Про Fluent мы еще попозже поговорим. Таргет run, который как раз собирается в Executable проект. У него вот есть слева в навигационной панели можно увидеть файл main. Сейчас еще вернемся к нему. И тесты. Но тесты нам сегодня тоже не понадобятся. Соответственно, таргет приложения собирается из папочки app, а таргет run собирается из папочки run. Давайте посмотрим на основные компоненты Vapor. Vapor состоит из вашего приложения, собственно, класс Application. Так, давайте... Ага, вопрос. И непонятно, что такое модуль. Смотрите, модуль — это просто набор исходных файлов на Swift. То есть если мы перейдем в наш файл манифеста, то увидим модуль, это, например, Fluent SQLite. Он подключается хотя бы в виде пакета. То есть модули вы можете сами создавать внутри, просто объединив несколько исходников. Надеюсь, было попонятнее. Смотрите, тогда, так как у нас много нулей, давайте я спрошу, все ли понимают, что такое слово протокол, класс, структура? Может, я буду сегодня ими часто оперировать, и мне нужно видеть, есть ли это внимание. Угу. 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 Отлично. Ну, это уже хорошо, что есть понимание. В общем, Vapor содержит в себе класс Application. Это наше приложение, которое реализует протокол Container. Мы про него еще поговорим. И используется для запуска сервера. То есть создали приложение, запустили, все. Контроллеры — это классы, которые мы будем сегодня создавать. В них содержится логика по обработке наших запросов. Модель — это тоже протокол, реализовав который, мы можем работать с базой данных. Роутер, в свою очередь, сопоставляет наш запрос и ответ. Контейнер — это протокол, который в себе содержит три проперти. Конфиг, environment и services. С конфигом и environment мы сегодня работать не будем, поэтому подробно на них останавливаться тоже не будем. А services — это набор сервисов, которые мы добавляем в наше приложение. Представьте себе, что у вас есть некий мешок, не знаю, контейнер, в который вы складываете сервисы все, которые вам нужны. Для чего нужны сервисы? Это просто, по сути, набор функций, которые могут вам понадобиться. И все. Все сервисы регистрируются в одном месте. Ну, вот, собственно, давайте сейчас и посмотрим, как это происходит. Так, у нас есть файл main в нашем таргете run, в котором происходит вызов метода app. Перейдем в него. Здесь происходит настройка, по сути, нашего приложения, то есть вызывается метод config, помните, да, протокол контейнер. Чтобы увидеть это, можно перейти в класс application, вот он, и он реализует как раз протокол контейнер, о котором мы так что говорили. Дальше настраивается environment. В нашем случае мы все оставляем по умолчанию. И вот он, собственно, это сервисы. Property services как раз нужно для того, чтобы добавлять новые сервисы. Дальше происходят настройки нашего приложения и создается само, собственно, приложение. Метод boot у нас пустой, сегодня нам тоже не понадобится. И приложение возвращается, собственно, в main. И дальше вызывается просто run. Detect — это метод, который возвращает environment, вот. Он берет аргументы из командной строки. Нам тоже это не понадобится, поэтому не переживайте, если вдруг непонятно. Дальше нам понадобится метод configure. Здесь происходит настройка наших сервисов. То есть каждый сервер может быть зарегистрирован. Это может быть провайдер, а может быть сервис. Fluent SQLite как раз таки провайдер. Разницы между провайдером и сервисом на самом деле особо нет. Вот. Это, видимо, было... Ну, нужно просто все удобства и ограничения сущностей. Вот. Регистрируется провайдер для работы с базой данных. Дальше регистрируется объект роутер, который позволяет нам как раз таки сопоставлять наши запросы и ответы. Регистрируется model.var, но он нам не нужен, поэтому я его удалю. И дальше происходит создание базы данных. Создается сам инстанс базы данных, настраивается. Видите, обратите внимание, что config это тоже сервис. То есть в Vapor используется, в принципе, все в сервисе. Не может быть что угодно. И настраивается migration config. Он нужен... Мы поговорим, для чего чуть попозже. Так, давайте я сразу удалю все, что нам не понадобится, и закомментирую лишнее, чтобы нас оно не отвлекало. Давайте сейчас, если какие-то вопросы есть, я готов на них ответить. Сейчас, может быть, немножко сложновато, но, по ходу, когда начнем писать код, должно стать понятнее. Если у вас Android-устройство, ну, тогда вам сервис сайт на Свифте не подойдет. Ну, как не подойдет? Вы можете написать сервис на Свифте, это не связанные вещи. То есть Android, Android, вот и он будет работать с Android. IP всегда работает, сервер работает по HTTP, то есть протоколу взаимодействия интернета, по сути. Так что это не важно. Но для разработки на Свифте, в принципе, можно, кстати, на Linux это делать. Мак даже не делает. Ладно, раз вопросов пока нет, давайте тогда двигаться дальше. Начнем, собственно, разрабатывать наш сервер. Так, еще в папочку, еще в файл Роудс не посмотрели. Здесь нам тоже все вот это пока не нужно. У нас не путало. Для начала давайте тогда добавим модель. Новую. Нам нужно... Что мы хотим? Мы хотим получить на выходе список покемонов и возможность добавлять новых покемонов. Так что давайте создадим Свифт-файл. Назовем его «Покемон». И импортируем в это. Второе слово «Файл» означает, что от данного класса нельзя наследоваться. Нам потребуется одно property. Это означает, что это константа. И «Инициализатор». Инициализатор, по сути, нужен только для того, чтобы можно было создать инстант данного класса. Теперь в Vapor есть такой протокол, как контент. Для чего он нужен? Сейчас мы с вами рассматриваем Vapor 3. Он вышел буквально... зарелизился буквально в субботу. Вот. Поэтому я вебинар свой переделал именно под него. Соответственно, в Vapor 3 используется самая новая версия Свифта и самая новая Xcode. Зачем? Потому что в Свифте 4 уже появился протокол Codable. Сейчас попробую объяснить, что это. Протокол Codable позволяет конвертировать ваши структуры и классы в JSON и обратно. То есть для того, чтобы его использовать, вам просто нужно реализовать этот протокол. Все стандартные типы int, string, eW уже его реализуют по умолчанию. Вот. И все. Дальше мы посмотрим, как это работает. Такой же механизм сериализации и десериализации JSON мы будем использовать и в iOS. JSON — это, по сути, формат общения сервера и клиента, самый, ну, наиболее популярный. Вот. Реализовав контент, мы теперь можем, собственно, преобразовать нашу сущность в JSON. Давайте напишем наш первый простой роутер. Для этого нужно использовать инстанс роутера, yet, указываем путь. И он принимает клажур. И клажур в свифте, понимаете, просто пока как безымянные методы. То есть у него есть аргументы, которые он принимает на вход и что-то на выходе. Снимаем реквест. И, естественно, мы сейчас будем вернуть нашего покемона. Любит иногда сломаться. Завязываем вот через арт. И вызываем метод encode. Метод encode как раз-таки кодирует нашу, нашу инстанс покемона, который мы здесь создаем, в JSON. Сюда передается на вход просто реквест. И нужно позвать рай, потому что может быть исключением. Но если сегодня исключением для простоты не будем обрабатывать по-хорошему, это нужно делать. Значит, положение просто на основном стопо. Ну, собственно, все. Запускаем наш сервер. В консоль он пишет, по какому адресу запущен сервер. Для отладки работы нашего сервера я буду использовать Postman. Если никто с ним не работал, ничего страшного. Интерфейс программы достаточно простой. Здесь создаем новую вкладку. Выбираем тип запроса. В нашем случае get. URL-адрес. Куда мы хотим отправить запрос. В нашем случае это Pokemon. И кнопочка send, мы его отправляем. И вот мы видим, что в ответ нам приходит JSON с названием нашего покемона. То есть он успешно создал его. И прислал его нам в ответ. Ну, нам это неинтересно, поэтому давайте посмотрим, как нам сохранить покемонов в базу данных. И достать потом оттуда. Для этого нам нужно реализовать... Сначала подключить Client. Слайд. Что такое Fluent? Fluent это, по сути, ORM-система над базой данных SQLite. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики те, кто понимает, что такое SQL. Не слышал или... Хотя бы... Отлично. Тогда, наверное, вам и знаком термин ORM. То есть ORM это, по сути, удобный интерфейс для работы с базой данных. То есть вместо того, чтобы нам с ним писать там create table или select, insert, что-то там, мы просто сдаем этот там create, delete, update, и, собственно, ORM делает все за нас. Вот Fluent занимается именно этим. Поэтому подключаем Fluent SQLite, и сейчас нам нужно реализовать протокол SQLite model. Разработчики Vapor за нас уже очень много чего сделали, поэтому, на самом деле, для корректной работы мы просто можем написать, что мы реализуем этот протокол и добавить только ID. Все, больше ничего делать не надо. Также давайте его добавим в инициализатор. Int, знак вопроса, означает, что это optional тип, то есть он может равняться nil. В простом случае, если это просто было бы вот так, то nil писать голубо нельзя. Соответственно, далее нам нужно реализовать еще протокол контент. Ничего делать для этого не надо. Дело в том, что уже сейчас из коробки Vapor все реализовал за нас, и протокол контент. Vapor реализует все стандартные типы свиста, и SQLite model тоже для себя требует для реализации этого протокола. Нужно только ID. Вот, если мы ответим, то мы увидим, что он все так. Также нам нужно нашу модель добавить в базу данных. Для этого используется механизм миграции, и чтобы им воспользоваться, нужно реализовать протокол migration. И здесь нам тоже опять ничего делать не надо, потому что разработчики в этом случае о нас позаботились. Но нам нужно добавить migration вот сюда. Тестовый пример был to do, он, собственно, добавлял эту модель. Зачем это делается? Это нужно для того, чтобы база данных для нас создала все необходимые таблицы и поля, чтобы мы могли уже их заполнить данные. Теперь давайте создадим контроллер, в котором мы, собственно, напишем логику обработки наших запросов. Монс контроллер. Контроллер — это обычный класс. То есть здесь никаких не должно возникнуть. Сигнатура методов контроллера, как правило, одинаковая. То есть вот если нам нужно получить все покемоны, мы можем использовать метод индекс, request. Принимает он себя на вход request, может выбросить исключение. Возвращает он объекты типа future. Это я сейчас расскажу. Future — это generic тип. Нужен он для того, потому что у нас Vapor 3 стала синхронной. Что это значит? Давайте рассмотрим такой пример. Vapor 2 был синхронным, соответственно. Например, допустим, у нас есть парень и девушка, и парень хочет для девушки купить мороженое и пончик. Для этого он идет в магазин мороженого, заказывает мороженое, ждет, пока мороженое приготовится, забирает мороженое. Идет в магазин по пончикам, ждет, пока пончик приготовится, забирает его и идет к девушке. Это было Vapor 2. То есть мы каждый раз на каждое наше действие мы просто ждали, пока оно закончится. Ну, то есть выполнено. Vapor 3 теперь работает все немножко иначе. Ну, для Vapor 3 бы мальчик пошел следующим образом. Он пошел бы, заказал мороженое, не дожидаясь, пока оно приготовится, пошел бы за пончиком, а дальше забрал бы мороженое и пончик уже поготовлено. И пришел бы снова к девочке. Вот. Собственно, разница исключительно в этом. И вот эти вот фичи позволяют как раз работать нам с этим асинфронным режимом, потому что фичи могут складываться в цепочке. Сейчас в объяснении может быть достаточно сложно, но в использовании это будет проще. Для того, чтобы достать всем покемонов из базы, нам нужно, естественно, так, меня слышно, нет, видео пропало. А звук есть? Странно. Вот что, вот. А звук есть? А, слышно, хорошо. Сейчас видео должно вернуться. Ага, супер. Так вот, мы сейчас хотим вернуть всех покемонов из базы. До этого нам нужен объект Request, и у него есть Content Container. Content Container нам позволяет уже сериализовать и десерилизовать. Ага, отлично, спасибо, Этоди. Стериализовать и десерилизовать наш JSON. То есть пишем декоды, в которые мы хотим это преобразовать. В нашем случае это просто... О, стоп, 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 стоп. Мы хотим достать из базы. Это делается по-другому. Отлёкся немного на видео. Это делается покемон. Зовем, у него есть метод клэри, и передаем сюда Request. Что здесь происходит? Почему в метод клэри передается Request? Дело в том, что для того, чтобы выполнять асинхронную работу, нужны воркеры. То есть вот эти самые мальчики, про которого я рассказывал. И Request передается только за этим сюда. Больше никакая информация о том, что это Request, Response или Application, это не важно. То есть Request, Response и Application все реализуют еще протокол воркере. И дальше мы зовем метод All, что нам позволяет достать всех покемонов. Метод All уже возвращает Event Loop в фьючер, в покемон. Фьючер – это type-элиас, то есть просто псевдоним для Event Loop фьючер. Смотрите, терминология фьючер и промисов, она пришла из Swift New. В конце презентации будет ссылочка на него, можно подробнее почитать. Сейчас я рассказывать про него не буду, потому что на самом деле это отдельная тема отдельного вебинара. Теперь давайте добавим метод для того, чтобы добавить нового покемона из Джейсона, который нам придет. Соответственно, на выходе мы ждем уже покемона просто. И теперь мы должны его создать из реквеста. В реквесте есть параметр Content. В контенте есть Decode. То есть мы наш Джейсон пытаемся расплатить. Соответственно, нужно позвать еще Try. И код уже возвращает нам нужный нам тип в фьючер. Перейдем в роутер. Удадим здесь наш контроллер. И добавим новый роутер. Swift позволяет передавать клозур. Это, по сути, безымянный метод, поэтому можно написать вот так, кратко. То есть если аргументы совпадают, то можно просто написать наш инстанс и название метода. Дальше создадим пост-запрос. Чтобы добавить нового покемона. И передадим им уже метод Create. Допустим наш сервер. И посмотрим, что у нас получилось. Теперь, соответственно, отправим get-запрос на PowerLuke Pokemon. И он нам возвращает пустой массив. Потому что сейчас у нас покемонов никаких еще пока нет. Теперь давайте создадим пост-запрос, чтобы добавить нового покемона. Пост. URL Pokemon. Бодис, соответственно, будет JSON Application. Ключи JSON должны совпадать с названием полей. ID-шник был optional, поэтому его может и не быть. Его сгенерирует нам баз данных. Ну, точнее, ORM баз данных. А поле name было обязательным. Если мы его не передадим, то будет ошибка. Вставляем. И, собственно, он нам возвращает наш JSON, только что созданный. Но без ID-шника. Почему без ID-шника? Потому что мы не сохранили новый объект в базу. То есть мы его распартили, вот мы здесь получили, но не сохранили. Чтобы его сохранить, нужно сделать следующее. Ставим его переменной. Flat означает просто константа. И у покемона есть метод save. Нам снова нужен наш мальчик, то есть воркер, который сделает для нас синхронную работу по сохранению. Save возвращает тоже future Pokemon. Таким вот образом. Теперь, если мы отправим под запрос сервера, то увидим, что у нас сгенерировался ID-шник. То есть наш Pokemon уже успешно добался в базу. И здесь можно запросить их в покемонов, и уже будет один покемон. Но у нас в фро-сервере сейчас есть одна большая проблема. Если мы его остановим и запустим заново, попробуем попросить их покемонов, их снова не будет. Дело в том, что по умолчанию тип хранения у нас и memory. Это задается в настройках. Вот в этой строчке мы создадим базу данных и пишем memory. Давайте создадим это в файле, чтобы покемоны каждый раз не удалялись. В файл и укажем название его. Months. Допустим. Вот. Теперь давайте добавим нашим Pokemon. Отлично, он добавился. И посмотрим, добавился он. Отлично, все. Теперь они после перезапуска в сервере удаляться не будут. Добавлять по одному это долго, поэтому давайте попробуем добавить сразу несколько покемонов. Сейчас я еще покажу основную идею работы с фичами, то есть как можно с помощью цепочек вызовов преобразовывать его в разном типе. Для этого нам нужно ожидать уже не покемона, а массив. То есть self означает, что мы берем просто тип. В квадратной скобке это означает массив, покемон, но это наш тип, который мы создавали. Далее мы создали массив покемонов, видим, что это фича, просто объявка над нашим массивом. Вот. И теперь нам нужно каждый из этих покемонов сохранить. С фичами мы не можем работать как с обычными объектами, поэтому нам нужно его раскрыть, грубо говоря. Для этого есть удобные методы map, flatmap и transform. Map позволяет преобразовать наш фича-объект в любой другой, который мы захотим. Transform позволяет трансформировать из одного типа фича в другой. То есть был, скажем, покемон, станет там респонс. А, соответственно, flatmap позволяет любой тип обернуть в фича. Поэтому давайте сейчас, сейчас я вам покажу, как сделать это, видеть цепочки. Позовем map, нам нужен покемон. Toolback уже переходит в наши покемоны. Покемонс. Возвращаемый тип нам не нужен, он определится автоматически. Далее мы пройдемся по всем покемонам. Так, давайте я напишу подробную форму for in. for in это обычный цикл, который проходит по массиву покемонов, и в этой перемене у нас каждый из обычных покемонов будет. Нам нужно позвать метод save. Автодополнение поломалось, потому что он ждет обычный покемон. Мы хотим передать ему массив. Поэтому здесь нужно тоже уже ждать, естественно, другой тип. Когда работаем с последовательностью с цепочками кложуров, а в дополнение может периодически ломаться, не переживайте, это, можно сказать, нормально. Вот, теперь нужно взять каждого покемона и позвать ему метод save. Нам опять нужен воркер обязательно для того, чтобы выполнить эту работу. И метод save возвращает всегда нам этот объект, который мы сохранили. Чтобы компилятор не ругался, можно сделать вот так. Return и покемонс. И давайте сразу посмотрим, что делает transform. Transform позволяет нам сразу вернуть другой тип. Например, мы хотим сделать тип response. То есть, по сути, мы просто хотим сделать redirect на другой уру, где у нас все покемоны. У request есть метод redirect, и у нас он называется pokemon. Вот таким вот образом. Теперь уже по одному передавать средствам покемонов нельзя, так как мы ожидаем массив. Я подготовил их покемоны заранее. Вот, копируем вопрос. Сюда и отправим на сервер. И видим, что у нас все покемоны добавились, и он нас на самом деле просто перебросил вот на этот урол. Если запросить здесь нет, то вот они все наши один покемоны. Собственно, все. Сейчас у нас есть сервер, на который можно добавлять пачками покемонов и возвращать список всех покемонов из баз данных. Давайте ваши вопросы. Какие есть? По поводу сложности, это скорее будет интересно тем, у кого уже опыт в сверте есть. Vapor 3 вышел, получается, вчера днем. Вот у меня был где-то максимум день. Но на самом деле за час можно, чтобы разобраться во фреймворке и уже запустить свои айки. Vapor 3, сразу скажу, чуть посложнее, на мой взгляд, чем Vapor 2, но гораздо мощнее, потому что он стал асинхронным. Отлично, вопросов никаких нет. Хорошо, давайте тогда двигаться дальше. Далее у нас по плану, собственно, iOS-приложение. Вот, поэтому давайте посмотрим его жизненный цикл, из чего оно состоит. Любое iOS-приложение состоит из... Так, ага, только 10 прикольностей. А больше? Больше можно, конечно. Можно 20, можно 30. Просто отправляйте пост-запросы и все. Ну, то есть я могу еще раз отправить. Вот их уже будет... Он уже один, 15. Всего уже 21 даже, и не доскролли. То есть это неограничено. Ну, то есть баз, да, насколько позволяет, только можете ограничить. Итак, приложение для iOS, соответственно, имеет класс Application, который работает с event loop. Это картинка софициальной документации, в конце ссылочки все будут. Event loop — это жесты пользователя, которые приходят от системы. Я постараюсь сейчас вкратце рассказать про iOS, чтобы мы успели еще само приложение сделать. Вот, а приложение работает с event loop, то есть это жесты пользователя, пуш-нотификации или определение геолокации. Главная точка входа — это Application Delegate, в котором сохраняется состояние нашего приложения. Давайте сразу смотреть на примерах, так будет понятнее. Для создания нового приложения на iOS мы просто заходим в файл, в Xcode, New, Project. Single View Application нам сегодня понадобится. Мы назовем его Pokedex Client. Client. Так, репозиторию сразу создадим. Подавляем потом ссылку в виде ссылок. Вот, создается новый проект. Что мы здесь видим? Ну, файл, собственно, проекта нашего, AppDelegate — вот она, это наша главная точка входа в наше приложение. Здесь есть состояние приложения, то есть этот метод вызывает, когда приложение уже запущено. Другие вызываются при разных стейках, то есть когда мы там сворачиваем приложение, когда терминейт, например, когда мы его убиваем, или она умирает от системы. Вот. И есть в проперте Windows. Windows — это базовая сущность, которая нужна для того, чтобы отображать разные View. В Windows приложении, как правило, бывает один, но может быть, на самом деле, и больше. View — это просто прямоугольник интерфейса, который видит пользу. Каждый экран в простом случае представляет из себя один View-контроллер. Вот. У нас он как раз создал View-контроллер. Вот. Это, по сути, один экран. Давайте запустим. Смотрим, что получается. View-контроллеров может быть на экране и больше, вот. Но сегодня у нас будет только один. Это симулятор iPhone SE. Смотрим. Вот. Наше приложение запустилось, и мы видим, по сути, View-контроллер с пустой белой View. У каждого View-контроллера обязательно есть своя View. И может быть большое количество саб-вью. Соответственно, у View-контроллера есть свой жизненный цикл. View-контроллер — это просто класс, который наследует от View-контроллера. Это уже и просто класс. Есть свой жизненный цикл. Каждый метод вызывается на определенной стадии. То есть сначала создается init, то есть создаем просто класс. Дальше он загружается в View. У него загружается и срабатывает метод loadView. Дальше загружается ViewDisload. В ViewDisload — это в этом методе, как правило, задаются размеры шрифтов, цвета и многое другое. ViewViewOperer — этот метод вызывается, извините, перед тем, как View появится на экране. И именно в этот момент уже есть все необходимые размеры. То есть там положения View уже определены, расстояние между ними и так далее. ViewDisload вызывает, естественно, когда экран уже у нас показался. И другие методы вызываются, когда он скрывается и выражается из памяти. Нам сегодня понадобится метод только ViewDisload. Наша задача сейчас — получить список покемонов и отобразить их в пользу. Самый простой способ это сделать — это с помощью таблички. Storyboard позволяет визуально видеть то, как будет выглядеть наш интерфейс в будущем. Поэтому давайте добавим на него табличку. Вот наш, собственно, ViewController, наш пустой экран. Добавим на него табличку. И зададим ей Constraint. Constraint позволяет создавать адаптивную верстку. Подробнее про них рассказывать не буду, потому что это тоже отдельная большая тема. Что значит адаптивная верстка? Дело в том, что сейчас у нас iPhone 8 выбран. Но если мы выберем iPhone маленький 4, то табличка будет точно так же выглядеть. То есть, видимо, будет полностью вся и располагаться там, привязанная к краям экрана. Теперь нам нужно, чтобы наш контроллер узнал про табличку, и мы смогли ее настроить. Это делать следующим образом. Открываем вот эти вот два колечка. Выбираем здесь. Ну, вот я просто использовал быстрее клавиши. Давайте еще раз. Нажимаем на два колечка. Открываем наш V-контроллер. И, зажав Control, перетягиваем сюда вот такую вот синенькую тревочку-полосочку. Это называется уже Altlet. Altlet – это, по сути, просто ссылка на табличку, которая вот здесь. Во VueDistLoad методе она уже, естественно, есть. Ее здесь можно настраивать. И, собственно, все. Чтобы это сработало, еще не забудьте, что у VueController обязательно должен быть указан ваш класс. Вот он. Иначе стрелочка первая. Все, добавив табличку во VueController, мы можем ее теперь настроить. Это наш проект. Настраивать эта таблица очень просто. Нам нужно сделать DataSource. Назначить текущий класс. То есть, что это значит? Нужно, чтобы VueController реализовал протокол UI-ViewTableViewDataSource. Протоколы лучше реализовывать в экстеншене, потому что, чтобы не писать их здесь огромным списком. VueController, UI-ViewTableViewDataSource. Для реализации этой протоколы нужно реализовать следующие методы. Количество секций по умолчанию один, поэтому мы его реализовывать не будем. Нужно реализовать количество строк. И, соответственно, встание ячейки. Давайте создадим переменную в которых будет содержаться массив наших токемонов. Канон пустой. И давайте добавим нашу модель. Смотрите, использовать мы будем самый простейший паттерн проектирования. Это MVC. Как его продвигает сама Apple. Что это значит? Что у нас будет Vue, то есть то, что видеть пользователя. VueController, в котором мы будем описывать логику взаимодействия со Vue. То есть, что, когда, показать, чем заполнить. VueController также взаимодействует с сервисами, в свою очередь. С сервисами по работе, например, с базой данных, CoreData для iOS, или сети. Вот, сервисный слой мы сегодня делать тоже не будем, потому что нам понадобится всего один метод для получения списка всего покемонов. То есть, у нас, грубо говоря, в классе VueController будет описываться вся вот эта логика по работе с Vue и по работе с сервисным слоем. Кстати, этот же паззер используется и в Vapor. То есть, мы тоже там создавали контроллеры, модели. Ну, Vue мы не создавали. Vue в данном случае была бы эта HTML-страничка. Так, я вижу вопрос. Таблицу перемещаем один раз или по количеству моделей iPhone? Один раз, по количеству не нужно давать. Ну, то есть, вы один раз привязываете ее к краям, и все, для всех iPhone, для большого, для маленького, она будет привязана к краям. То есть, располагаться, ну, будет видна на всем экране. Вот. Давайте добавим модель покемонов. Так, мы с базы данных Vue сегодня работать не будем, поэтому можем использовать просто тип структуры. Токемон. Создать. Так, токемон. И с единственным полем это Unname. Один. Теперь, соответственно, количество ячеек в таблице у нас будет равняться количеству покемонов. Ячейки будут настраиваться следующим образом. Нужно вставить переменную типа cell, вставить табличку и позвать метод DeactiveReusableCellWithIdentifier. Этот метод позволяет нам переиспользовать уже созданные экземпляры ячеек. Идентификатор ячейки будет сдаваться у нас в Торибарде. То есть, мы переходим в нашу табличку, создаем прототип ячейки и просто используем базовую. То есть, вот. Просто у нее будет единственное табличку, больше ничего. И зададим De-Идентификатор вот здесь в целом. То есть, когда мы позовем DequeReusableWithIdentifier, он посмотрит в этом стабларде, поэтому индификатору нашу ячейку достанет. Индекс.Пасс — это, по сути, просто адрес ячейки, то есть там есть секция и row, естественно, и сама ячейка. Дальше нам нужно достать нашу модельку, нашего покемона из массива. По индексу можем использовать индекс.Пасс.row, потому что количество row совпадает с количеством покемонов. И настраиваем ячейку. Выполняем ее просто именем покемона и возвращаем. Так, вот про этот метод я еще скажу пару слов. Смотрите. Для оптимизации работы с ячейками таблица делает следующее. У нас есть экран, он выделен функциром. Мы видим какую-то часть ячеек. Это может быть 5 ячеек, может быть 7, зависит от размера айфона. А большую часть не видим. То есть таблица у нас может состоять из 100 элементов, например. И когда мы начинаем скроллить, часть ячеек уже становится невидимой. Система их забирает, стирает в них данные и заполняет их новыми и ставит перед скроллом. То есть еще за экраном, по сути. Потому что скролл может быть достаточно быстрый, чтобы сохранить плавность, нужно еще наперед несколько ячеек выставлять. Вот. Поэтому мы используем Deque Reusable, собственно. Ну вот, все, табличка наша настроена. Допустим, приложение. И увидим пустую таблицу, потому что мы еще не получили никакие данные. Так. Давайте ваши вопросы. Если какие-то есть, потому что я рассказал. Ну хорошо, раз вопросов нету, тогда давайте двигаться дальше. Нам нужно написать этот для получения списка всех покемонов. Назовем его GetPokemons. Отход этот метод будет получать один completion. Это клажу. То есть опять же тот же самый безымянный метод с единственным аргументом, который мы объявим выше. В свифте есть такая удобная вещь, как инамы. То есть инамы — это, по сути, перечисление, если дословом переводить, или тип, который может принимать трога определенные значения. Мы создадим тип result. Эта запись означает, что это generic тип, то есть могут быть разные значения. Double, Imp, или в нашем случае покемоны. У него будет два квеста. Success. Когда мы передадим значение нашего и фейдер. Это случай ошибки. Когда мы передадим значение типа error. Соответственно, в наш completion мы будем передавать просто result и ожидать получить массив покемонов. То есть если все прошло хорошо. для того, чтобы отправить запрос, нам нужно создать URL. Вот такие. Адрес у нас вот этот. И сразу делаем force, потому что мы надзначно уверены, что этот адрес у нас может преобразоваться в URL. Далее нам нужно URL session. Shared это означает, что мы используем single-tool объект us.is и создаем data task. То есть запрос, по сути, поэтому URL. В completion придут данные. Все типы опшена, потому что каждого из этих может не быть. например, если ошибка, то не может не быть данных. Или сервер не отвечает, не будет респонс. Если у нас есть ошибка, то мы ее сразу соответственно передадим в completion. E-flat позволяет сделать unwrap, то есть у нас optional типы нужно обязательно разворачивать. Ну, не обязательно, но мы их можем развернуть и уже работать как с обычным типом URL. Видите, уже без знака вопроса стоит этому общему. Я поэтому говорю, что тем, кто со свифтом немножко знаком, будет, конечно, сегодня точно. Передадим ошибочку. дальше мы попытаемся теперь распарсить наш JSON. Так, чтобы у нас снова работала конвертация в JSON и обратно, нам нужно реализовать наш кодобл. проем просто кодобл. Все, для его реализации нам ничего не нужно, потому что мы ожидаем, что у нас будет JSON только с именем, вот, и, соответственно, кстати, не только с именем, мы просто возьмем из JSON только имя. Вот, и стринг уже реализует кодобл, поэтому ничего дополнительно делать не надо. и, соответственно, создаем JSON и кодор и делаем тот же метод декод. Он очень похож на тот, что был векер. Пытаемся карсить массив данных. Делаем тоже force, так делать на самом деле небезопасно, но в данном случае можно, во-первых, мы здесь уже уверены, что данные есть, ну и все, раз данные есть, то мы можем делать force. дополнительно еще хорошо работает, ну и сюда уже передадим кукем вот здесь мы получаем массив кукем если же снова ошибка, то просто передаем completion. Sketch прокидывается по умолчанию переменной error, поэтому здесь он ее собственно видит. Так, сейчас мы ругаемся на клажур, потому что он по умолчанию non-escaping, это означает, что так как мы его вызываем еще здесь, то он может быть захвачен где-то другим объектом. Так, насчет захвачен и просылки наверное я говорить не буду, потому что это тоже достаточно большая тема, не хочу вас лишний раз путать. Вот, просто проверить на нас, потому что нужно делать его escape. Это то, что вы знаете здесь. Вот, собственно, все, метод реализовали. Теперь давайте его вызовем vieweded low, то есть когда у нас вью-контроллер загрузился, мы можем его позвать. И вот сейчас собственно нам этот результат как раз будет очень удобно работать. То есть мы пишем свитч, свитч позволяет пройти по разным значениям утипа. В нашем случае это два кейса. test, который мы ожидаем, покемонс. И фейлер. Да, поставим и еру. Еру мы обработаем сейчас чуточку попозже. Оттуда поставим и break. Обязательно нужно break, потому что компьютер будет удаться. Все break ставить после кейсов не надо, потому что если есть хоть одна инструкция, он остановится после ее выполнения. То есть он не будет проходить под сим-кейсом, как в других языках. Далее присвоим покемон с нашей переменой локальной. Она типа war, то есть она может меняться. И дальше после этого нам нужно добавить таблицу. Все действия с UI происходят всегда на главном потоке. То есть когда наше приложение создается, создается главный поток, он называется main. Это по сути представьте себе это просто очередь задач, которая выполняется последовательно строго. Почему это сделано? Потому что представьте себе если можно было из любого потока обновлять UI, то пользователю непонятно что увидел. В один момент проскроют, в другой момент что-то изменилось. Поэтому по умолчанию Apple запрещает использовать обновление UI в любом другом месте. Дай пил эти на мой. Следственно вызываем despatch Q. main async и это тоже наш async это наш сутб кладу edit блок если кому-то удобно. Как терминология. Table view reload data. Здесь будет еще одна вещь, которой вам придется поверить не на слово. Это нужно сделать виг ссылку на селк. Дело в том, что если мы сюда в блок передадим селк со строгой ссылкой, то счетчик ссылок увеличится. вот это касается механизма работы IRC у iOS. Вот поэтому всегда нужно делать так. Для тех, кого непонятно, что я сказал, просто поверьте на вопрос. Ну собственно все. И теперь нам нужно эту задачу запустить. Метод обрезин. Выпускаем наше положение. сервер у нас там еще живой. Да, живой. Все хорошо. Смотрите, вот почему нельзя делать форс, потому что может быть как раз крэш в воде этого. Что произошло? Дело в том, что мы получили ошибку, но продолжили выполнение программы, так как я забыл поставить здесь репорт. Мы получили ошибку. Дело в том, что по умолчанию Apple запрещает обращаться к HTTPS серверам. Это небезопасно, то есть обязательно должно быть HTTPS. Чтобы эту защиту снять, нужно зайти в инфополист, добавить новое property. Я задаю вопрос к презентации, потому что дофон не чуть не попал. нс апт транспорт секьюрити называется. и внутри него нужно добавить allow arbitrary loads. Делать труп. проложение запускаем еще раз наше проложение. Теперь все разрешены HTTPS соединения. Если вы с таким положительством отправитесь в store на review Apple, то скорее всего вам его за reject потому что вы просят убрать их позже. и так так вопрос ушел, но мы ничего не видим. Давайте посмотрим почему. у нас к серверу он даже на сервере пошел для отладки проложения используется добрый контакт ведь он даже сюда не приходит посмотрим почему возможно у нас прилетает какая-то ошибка да у нас прилетает ошибка ведь он просто не может наверное да он говорит что данные некорректного формата давайте попробуем это исправить так вопрос у нас дело в том что у нас мы не дописали покемонс и он обращался и получал ответ от сервера не в виде джессона виде ошибки что такого урла не существует ну вот бинго мы видим список покемонов то есть мы их получили с нашего маленького сервера и отобразили на экране так давайте вопросы если какие то есть я пока тогда продолжу добавлю обработку ошибок то есть нам нужно показать пользователем что у него там нет не менее или сервер не отвечает или еще что-то для этого можно использовать просто а верт окошечко верт контроллера называется ошибка просто сообщение соответственно наша ошибка будет макалайзе скрипшн и тип куна будет alert это просто маленький такой поп-апчик который кнопочка окей мы сейчас ее добавим туда action заголовок кнопочки будет окей филдополт в хендере мы просто закроем наш alert этот дисмисс позволяет скрыть самый верхний контроллер на экране слышно нам никакой здесь нет здесь снова у нас кладур поэтому нужно сделать и ссылку дальше нужно добавить action к нашему alert и показать его на экране контроллер контроллер информация да из комплекса вот естественно тоже нужны салф потому что мы работа кожу для этого здесь здесь тоже давайте сницируем какую-нибудь ошибку чтобы он смог нам ее отобразить ну давайте то же самое просто выключим славочку и вот он отобразил нам ошибку с подробным описанием нажав окей наш поп закрывается итак сегодня мы рассмотрели что такое сервис сайт на свете и зачем он вам нужен разобрали по шагам как сделать простое серверное проложение посмотрели из чего состоит из приложения и научились получать данные сети и отображать ошибку пользователя собственно список ссылок будет презентации вот я ее провожу можете посмотреть все спасибо за внимание если какие то вопросы есть давайте я на них отвечу хорошо если вопросы какие то появятся мои контакты будут в презентации вы тогда просто мне пишите будем с вами вместе смотреть все всем спасибо пока